Ландшафтный дизайн как раз то, что мне нужно. Я вообще из другой сферы, которая граничит налоговым кодексом. Профессия у меня вообще с этим абсолютно не связана, я юрист. Мне бы хотелось приобрести ремесло, в котором я могу с годами совершенствоваться. Сейчас мне дали поле такое, распахали его и сказали, вот для тебя сади. Мы в школе ландшафтного дизайна, и это профессиональный курс, который дает полное представление о том, что на самом деле это такое. И первое, что происходит, как только ты сюда попадаешь, это отказ от стереотипа о том, что ландшафтный дизайн сводится к созданию клумб и высадке деревьев. Важно абсолютно все. Курс начинается именно с архитектурного блока и систематики, с изучения ассортимента растений. Плюс мы изучаем на этом курсе латынь, то есть мы изучаем растения на латыни, привыкаем к международным названиям, потому что продажа всех растений во всем мире, написание названия идет на латыни. И тогда мы изучаем блок архитектуры. Там, конечно, очень тоже много внутри направлений, которые изучаются. Это и анализ участка, это составление технического задания, это отрисовка опорных планов и вообще создание эскизного проекта. Те наработки, которые уже существуют от руки, студенты переводят в формат компьютерного отображения. Сделать визуализацию, то есть 3D-визуализацию до создания такого мини-фильма или прогулки по саду. И это только половина пути. Дальше идет технический блок, освещение, системы автоматического полива и поверхностного водоотведения, план дорожных покрытий, водоемы и малые архитектурные формы, занятия по почвоведению, а потом еще и бухгалтерия, составление сметы, и только после этого начинаются производственные работы. Вот вкратце, что такое ландшафтный дизайн. А теперь давайте знакомиться с учениками. Каждый из них уже состоялся в своей профессии, но теперь по тем или иным причинам в жизни появился интерес к созданию экстерьера. Меня зовут Анна. Два года назад я пришла в школу ландшафтного дизайна ТЭРА, чтобы закрыть свои вопросы по уходу за собственным садом. Вопросы копились, надо было их как-то решать. И вот так сложилось, что я попала сюда. Мне очень нравится решать какие-то сложные задачи при проектировании, и мне очень нравится ухаживать за растениями. И я думаю, что ландшафтный дизайн как раз то, что мне нужно. Мое имя Роман. Здесь я оказался по собственному желанию. То есть у меня, как у многих людей, наверное, есть желание заниматься чем-то, в чем я могу гордиться. Через что я могу влиять на мир? Сейчас мы отчасти тоже ландшафтным дизайном занимаемся. То есть мы дырявим землю для того, чтобы достать оттуда золото и различные металлы. Я не очень это люблю, поэтому я здесь. В прошлом году мы купили дом с земельным участком. И по весне, когда я вышла, все растаяло, возник вопрос, что с этим делать. Я думала привлечь специалистов грамотных, но почему-то мне захотелось научиться сделать что-то своими собственными руками. Ну вот, я пришла сюда, я учусь, и мне очень эти знания как бы нравятся. Профессия у меня вообще с этим абсолютно не связана. Я юрист, вот, а попала сюда благодаря своему увлечению. У нас неожиданно появился свой дом. Вот, и захотелось привнести в него красоты. И я поняла, что я безумно люблю растения, вспомнила свое детство, огород у бабушки, вот, и теперь это моя медитация. Группа отличная, студенты классные, такие все оптимистично настроенные, они с жадностью глотают знания, им все интересно. Это удовольствие работать с такими людьми. В каждом этапе работ, которые мы сейчас изучаем, какие-то есть свои мелочи, нюансы, о которых я раньше не знала. И я бы хотела на основании полученных знаний пойти работать в данном направлении. Нужны знания. Вот без знаний не получается. То есть надо знать архитектуру, надо знать биологию, надо знать проектирование. Все вот эти знания необходимо где-то было получить. Поэтому я оказалась здесь. У нас такое мышление, что в большинстве своем участке используют под огороды. И очень логично, когда ты заходишь на участок, и там вот большая часть это либо огород, либо газон и огород. Но когда ты хочешь чего-то больше, у тебя в голове еще должна картинка сложиться. Вот это вот именно пространственное мышление повернуться, что здесь еще на этом пустом месте можно вообще целый мир построить. В общем, надо до весны держаться. Но сейчас как раз хорошо, что ничего еще садить нельзя. Нужно до весны набраться знаний, сдать учебный проект и браться за свой серьезно. У нас большая, сильная команда. Ландшафтный дизайн — это, знаете, это вот просто красиво посадить растение было что-то. А когда сейчас я окунулась, я поняла, что это такой огромный комплекс мероприятий. То есть это вот создание какой-то красоты. И не просто красоты, это гармоничной красоты вокруг себя, то есть удобной красоты. Для меня, наверное, ближе, как дендрология, высадка растений. Мне интересно про них, вообще про особенности растения, как они растут, какая почва им нужна, где их нужно высаживать. Вот это вот для меня прям очень близко. Ну, есть сложности определенные. Вот как раз-то вот в черчении, да, проектировании. В любой профессии, чем глубже ты туда, как бы, заходишь, изучаешь ее, чем дольше, тем больше ты понимаешь, что это отдельная вселенная. Не важно в чем. Я был в поездке, и моя хост-мам в Америке, в Бостоне, посоветовала мне посетить Дендрарий, Арнольд Тарабаретум. Я пошел, ну, как просто в парк. То, что я там увидел, что увидел в США и в других каких-то местах, я понял, что можно жить лучше, чем мы здесь живем. И это касается не только зеленых насаждений, но и просто тротуаров и прочих каких-то вещей. То есть я не урбанист ни в коем разе, но я считаю, что если можно сделать лучше, то почему сделано плохо. Вот, поэтому мне интересен ландшафтный дизайн в целом. Участвуют в обучении, я считаю, самые лучшие специалисты нашего города. Это очень опытные, опытные ландшафтные дизайнеры, опытные узкие специалисты, кандидаты наук. То есть привлечены специалисты в УЗА. Такая очень надежная, проверенная команда. Следующее занятие, которое мы посетим вместе с нашими учениками, будет посвящено истории архитектуры. Узнаем про регулярные и пейзажные типы садов и о современной их интерпретации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!